всем доброе утро сегодня у меня уже 16 день моего выживания я вообще в шоке что на 16 день меня еще остались какие-то продукты и я еще не закончила свой проект конечно осталось немного но тем не менее проект еще продолжается напоминаю цель проекта узнать насколько же хватит тысячи в россии на продукты а именно на сколько дней дня уже наступил мой завтрак сегодня я буду доедать свои гречневые котлетки которые были вчера у меня я так предположила что на ужин они не очень подходит больше они подходят для завтрака потому что они знаете такие получились у них аж чуть-чуть хрустящая корочка такая и вообще прям сильно вкус гречки да ну там и конечно же понятно потому что они гречневые но особо лука или еще чего-то там не чувствуется поэтому я решила что лучше они подходят на завтрак а на сегодняшний ужин я себе приготовлю что-то другое а конечно хрустящая корочка с этих котлеток чуть-чуть пропала потому что не простояли ночь холодильнике я их разогрела в микроволновке вот но пусть от этого не поменялся остался такой же но я уже говорила если по-честному то как обычная гречка пережаренная с луком просто в форме котлет у меня осталась одна котлетка сейчас ее доем вообще сложно называть это котлетой потому что это не знаю как гречневая оладушка не знаю не котлета наверно точно на обед наверно сегодня сварю точно суп у меня осталась последняя спинка вот получается на три дня постараюсь сварить суп такой побольше не знаю какой немного гречки осталось наверное я сегодня повторю свое блюдо другого дня и все-таки сварю себе гречневый суп просто потому что ее больше осталось и логичнее сварить такой суп ну и плюс он сытный гречка разваливается картошки можно положить поменьше но побольше гречки поэтому исходя из этих критериев думаю что сегодня будет гречневый суп постараюсь на три дня его сделать мясо делю опять от спинки и наверное приготовлю себе какое-то еще блюдо не знаю пока какое попозже подумаю над этим вот а пока спасибо что смотрите меня проводите со мной одни встретимся с вами за готовкой моего обеда ну и также расскажу что это будет и как получится на вкус всем до обеда смотрите многих комментаторов многих зрителей настолько взволновала тема того что мой или не мою крупы или еще что покажу специально для тех кому это очень необходимо увидеть процесс промывки гречки и так смотрите я заранее знаю что сегодня говорить гречневый суп есть гречка но мне пересыпано и есть стаканчик допустим я знаю что мне понадобится сегодня ну наверное вот столько на там чуть-чуть овсянки попало до этого перемешиваю включаем воду несколько раз замочила там у меня не грязь это немножечко у меня овсяных хлопьев так потому что чуть-чуть они туда попали потом у меня тут уже приготовленная тарелочка с сухим полотенцем я это все сюда переваливаю распределяю и жду пока она у меня высохнет просто для видео я не использую мокрую гречку потому что она не будет сыпаться в кастрюлю лишь причина в этом все это прилипнет к стенкам все ждем пока она высохнет скажу сколько мне займет это времени чуть чуть попозже вот специально даже засеку сейчас время сколько же будет по времени этот весь процесс происходить для своего супа я набираю воду из фильтра у нас есть два крана как вы заметили один из них это чистая вода питьевая то есть мы не пользуемся кулером не покупаем бутылированную воду у нас встроенные фильтры и сразу чистая вода питьевая уже выливается у нас здесь у нас в принципе и на большой экран тоже стоит фильтр очистки ну такой более знаете от каких-то примесей от ржавчины и так далее то есть например когда у кого-то отключают воду и она течет оранжевая у нас она такая никогда не течет то есть как бы но система очистки воды у нас принципе в квартире стоит но это именно питьевая которая сразу готова для употребления хочется показать остатки что действительно мало ну вот мои котлетки типа гречневые лаваш чуть-чуть остался капуста 2 картофелины лука одно яблоко половинка молока подсолнечное масло муки там вообще на донышке здесь совсем чуть-чуть лапши и овсянки сахара где-то третий дрожжи не знаю они мне так и не пригодятся наверное потому что муки у него совсем совсем мало а гречка моя пересыпана ею потому что пакет очень разорвала поэтому пришлось пересыпать чай половинка пачки еще осталось у меня ну и вроде бы все из моих продуктов вот поэтому я вот вчера говорила что хватит на пять дней без вчерашнего то есть сегодня 16 день думала до трех недель попробовать продержаться честно не знаю потому что продуктов все меньше готовить не из чего мука закончилась ну две недели на тысячу точно можно прожить даже особо не впадая в какую-то тоску по каким-то продуктам вот но больше вот сейчас как раз таки начинается мне кажется самая интересная часть эксперимента потому что ну реально продуктов совсем мало это опять гречка овсянка картошка гречка овсянка картошка мука закончилась испечь особо ничего не получится варить только каши но чередовать гречку с овсянкой гречку с овсянкой тоже будет не очень интересно и вам в том числе смотреть поэтому не знаю точно что я буду делать но на этом еще из 9 рублей на 9 рублей наверно куплю себе морковку кстати у меня еще со вчерашней шаурмы тут у меня в контейнер очки оставалась половинка морковки и картошки которые пойдут на суп сегодня ну этого реально мало сейчас что я буду готовить я вообще понятия не имею сейчас я варю суп ну давайте будем по уходу событий уже смотреть что-то придумывать вот дотяну до трех недель или нет я не знаю в любом случае о итогах расскажу а еще вот если кто-то вдруг не смотрел видео а напишите еще пожалуйста побольше комментариев на тему интересно ли будет вам чего мне такого захочется поесть может быть что-то закажу или в какой-то кафе схожу или накуплю каких-то продуктов в общем вот на чем я прям оторвусь в плане еды за эти две недели кто-то писал что да будет интересно такое еще никто не снимал что вроде бы вот столько времени я тут терпела столько не ела ничего такого и что же я просто буду есть на следующий день после моего эксперимента чего бы мне прям настолько сильно хотелось и показать этот момент еще меня в комментариях спрашивали очень про всех интересует каждый шаг моего приготовления какого-то блюда поэтому отвечаю на этот комментарий не помню честно кто писал и что-то я найти не могу это было давно снимали я пенку с бульона конечно снимаю вы думаете я так варю суп просто я не совсем все процессы показываю на видео ну то есть я показываю как там закинула курицу как она у нас варилась как там я вот столько у меня получилось общепать от нее мясо но не знаю почему-то вы за кадром всегда что-то додумывайте додумывайте что что-то не мою додумывайте что я убираю пенку додумывайте бывает там вкус и так далее но вот смотрите показала специального процесс снятия пенки а еще мне кто-то писал что сними уборку или там какое-то расхламление или еще что-то честно я не знаю как это тема вяжется с моей там основном едой выживанием и так далее но если интересно можно попробовать потому что в процессе моего вот этого проекта я очень такое слово сразу извините загадила кухню у меня моя еда стоит отдельно от всех и в холодильнике там тоже такой срач уже и блин все заморота после проекта буду явно убирать кухню вот если интересно могу это показать сейчас мою кухню выглядит конечно просто капец тут все наставлено все завалено могу такую небольшую панораму сделать но в общем потом все это точно нужно убирать и перекладываться на места и так далее но если вам интересно могу показать немножечко в общем увидели дальше видео наставлено все везде стоит вот если вам будет интересно как я буду расслаблять выбирать свою кухню то я возможно сделаю такой выпуск еще хотелось бы спросить у вас тоже чтобы ответили в комментариях все просили меня сделать выживание на семью следующему выживание я планирую сделать именно таким какую точно сумму я буду делать я пока еще совсем не решила нужно будет подумать вот но те продукты которые я кормлю детей мужа вне своего проекта да у нас их довольно таки не маленькие запасы у нас там запасы круг холодильник у нас допустим морозилки что-то есть холодильнике что-то есть и там специи какие-то каши еще что-то в общем что делать с этими продуктами можно сделать какую-то такую тематику типа расхламляем кухню расхламляем холодильник или там избавляемся от еды или еще что-то в общем суть в том что выживание нужно начинать и будет честно начинать с новыми продуктами которые я закуплю в магазине а с этими продуктами нужно что-то сделать делать большой перерыв тоже не очень хочется видео вот поэтому не знаю какую сделать тему или может тему типа что приготовить из того что есть холодильники дома в общем напишите чтобы вам было интересно про уборку вот первый вопрос и второй вопрос как обыграть для вас и что снять с теми продуктами которые остались будет ли вам интересно просто что я готовлю в обычной повседневной жизни на свою семью но это будут не какие-то изыски или блюда это будет то что осталось у нас холодильнике будет цель основная освободить подчистую холодильник помыть его заодно и потом затариться новыми продуктами для следующего моего выживания на семью вот очень буду ждать ответов в комментариях прям пишите много я буду стараться ответить на множество в следующем выпуске затрону эту тему самые такие мне близкие комментарии я выставлю видео и совсем немножечко обсужу данную тему и расскажу тогда что именно в итоге буду снимать с этими темами еще кого интересовала тема гречки по поводу промываю или нет напоминаю что здесь у меня частички овсянки потому что когда я пересыпала гречку на туда чуть попала овсянка у меня упаковки просто порвались немножко прошло буквально минут 20 когда выложила на бумагу свою мокрую гречку вот смотрите она у меня уже сухая и высыпается и я буду с этой тарелки высыпать такую гречку видите она прям сыпется и на видео она красиво туда высыпется но когда я так делаю все пишут что она у вас не мытая просто по каким бы критериям это определяете я не знаю вот я сейчас буду продолжать готовить свой суп напомню что я надеюсь мне хватит на три раза достаю пока свою спинку отсюда пускай она встывает чтобы оттуда у меня можно было какое-то маленечко хоть мясо добрать для второго блюда я пока что добавлю водичку прям такую полную овощную зажарку я сегодня делать не хочу а вообще я часто готовлю так что я в принципе не обжариваю знаете даже лук он никакой не горький не какой-то там неприятный он когда в супе варится абсолютно все с ним нормально я готовлю так очень давно вообще изначально вот как я перестала делать зажарку когда дочка была маленькая старшая детям нельзя зажарки делать супы и мы настолько привыкли есть супы без зажарок что очень часто я готовлю так в обычной жизни поэтому нарезала лук и сразу же его в кастрюлю у меня здесь осталось половина картошечки вот как раз сейчас ее и нарежу свой суп сейчас буду наверное все таки нарежу свою морковку не хочу ее тереть на терке тоже часто так делаю и в обычном время что не всегда меня тру бывает вообще колечками режу дети например любят так кушать мне прям нравится когда крупная морковка колечками вот так морковку я порезала гречку свою помытую как я уже говорила смотрите вот пожалуйста опускаю в кастрюлю вся она высыпалась и если она вся высыпалась у меня сухая это совсем не значит что у меня гречка не лытая я пока что разделываю курицу ну как громко сказать конечно разделываю общипаю и что-то оставлю на второе блюдо сейчас мелко это постараюсь порезать вот прям как можно меньше просто вот разрываю разрезаю эту курицу на разные-разные маленькие части просто на совсем-совсем оликуличные я возьму другой нож потому что это мясо порежет так получилось у нас в общем такое вот рубленое мясо у него тут совсем мало даже мне понадобится целая половинка луковицы так вот так много на это количество фарша ну не фарша а курицы да мне понадобится моя мисочка моя мука соль и добавляю горячую воду ну не совсем-совсем кипяток а такую больше чем теплую этот раз я беру небольшую курицу потому что в прошлый раз у меня получилось все очень большое мы уже догадались до что это будет лепить я особо сразу говорю ничего не умею вот поэтому берем нашу начинку курицу с луком кладем сюда и будем лепить и вот будем делать пельмешки пельмешки у меня получился такой густой хороший прям суп сейчас я буду его кушать на огне и расскажу вам что там получилось по вкусу сейчас налью его в тарелочку понятное дело что тут то по сути почти одна только гречка но режим экономии не забываем да морковочку вводим для красоты вот такая у нас тарелочка получилась супа гречки очень много потому что у меня ее больше всего осталось итак я сейчас буду пробовать свой суп который только что сварила из гречки я повторюсь почему опять из гречки потому что этой группы у меня осталось больше всего и в принципе больше всего по продуктам поэтому естественно я сварила то что осталось гречневый суп сытный гречки здесь много тут было всего пол картошки да мы видели все остальное гречка поэтому ну понятно что здесь очень много ее прям очень много вот ну на выживание пойдет я его чуть-чуть не досолила вот сейчас ходила за солью сейчас его чуть-чуть посолю что-то я в этот раз прогадала солью сейчас намного лучше ну вкус как обычно просто гречневый суп я не буду как некоторые знаете сидеть и специально восхищаться это я вообще вкуснее ничего не ела и так далее если допустим в одном из выпусков мне действительно ну безумно понравились мои картофельные оладушки с начинкой я прям так и сказала что даже это блюдо я сто процентов приготовлю еще только начинка будет с мясом и просто это бы просто шикарный ужин ну правда если суп я говорю что ничего необычного ну значит тут ничего необычного ну что я могу добавить при гречневый суп да обычный вкусный гречневый суп это не какое-то там супер блюдо да которое бы я прям так восхитительно о нем говорила да ну гречневый суп вкусный гречневый суп вот знаете как в школьных столовых вот правильное сравнение правда в школьных столовых там все гораздо жиже А у меня получилось прям так много гречки, что у меня получился такой очень густой суп. Но ведь на выживание нам оно ведь и надо, правильно, чтобы было много, сытно и дешево. Отлично. Учитывая, что вся гречка-пачка стоила 31 с копейками, то суп тоже выходит очень дешево. Знаете, я не считала точно конкретно цену каждого блюда. Это очень тяжело будет сделать. Но давайте примерно прикинем, да. Если мы спинку поделили на два блюда, например, одну, да, мы тогда выясняли, что у меня одна спинка 20 рублей, то будет по-честному, если я и на пельмени возьму 10 рублей, и на суп возьму 10 рублей. Вот спинка 10 рублей, гречки у меня здесь ушло, я не знаю, ну из всей пачки даже одна, не знаю, одна десятая часть пачки, ну ладно, да даже одна пятая часть пачки это 6 рублей, пол морковки это полтора рубля, пол картошки это 3 рубля. И что у нас тут получается? 20-25 рублей у меня получилась вся тарелка супа. Ну, шикардос. На три порции, на три порции, представляете, у меня суп 25 рублей. Это получается порция супа 8,33. Вот я сейчас потратила 8 рублей 33 копейки, ну, условно, на свой суп, который я сейчас ем. Ну, шикарно. И то это я посчитала настолько примерно, потому что гречки ушло гораздо меньше. Вот. Ну, очень экономно, кстати, очень. Нет, чуть-чуть камера подвинулась. Ясное дело, что здесь нет мяса, именно мяса, да? Не кусочка, вообще ничего. Тут только косточки, которые я могу обгрызть. Но зато здесь мясной бульон. Мясной бульон, куриный, да? Всё-таки это мясо, и он прям такой хороший бульон. На костях сваренный, прям проваренный хорошо. Учитывая, что, повторюсь, у меня одна порция вышла на 8,30, ну, где вы вообще покушаете что-то на 8,30? Чтобы было сытно и много. Вы видели, какую я тарелку налила, мне точно хватит до вечера, но мне сегодня вечером нужно будет отъехать к мужу на работу. Поэтому я, наверное, сегодня вернусь поздно, я не знаю, во сколько я даже вернусь. Вообще не знаю. Может быть, придётся есть ночью, но так как я ничего не поем после этого обеда, мне будет хотеться есть, но, скорее всего, мне придётся что-то скушать ночью. Не знаю. Косточки я вам тут, как обкладываю, показывать не буду, как доедаю суп тоже не буду, просто кто-то писал, что вот, вы на камеру только едите, а потом выливаете, я повторюсь, нет, я ничего не выливаю, я по-честному это ем. Смотрите, порция как бы уменьшается, но я при вас всё это ем, но, повторюсь, если я буду постоянно ездить на камеру, то наши выпуски будут на 2 часа, это точно. Поэтому я не могу так делать. Вот. Давайте встретимся с вами на ужине, если он у меня как таковый будет, я сварю перемешки и обязательно расскажу, какие они у меня получились на вкус. Поэтому до встречи с вами вечером. В общем, я решила к мужу выехать чуть-чуть попозже, где-то после, но, поэтому поставлю водичку для своих перемешек, сварю их и покажу, что получилось. Ещё кто-то спрашивал, где мы с мужем работаем, вообще, что делаем, могу буквально пару минут показать работу мужа. Налила её не сильно много, чтобы они у меня побыстрее сварились. И всё, буду опускать туда своей перемешки. Чтобы они не прилипли, добавлю туда подсолнечного масла. Ну, и так до вкуса, потому что у меня мужем по заправке всё-таки не-не-не. Сокипают наши перемешки, поэтому им осталось свариться совсем немножечко. Получились вот такие у меня перемешки. Выглядят, в общем-то, аппетитно. Правда, заправки особо никакой, вот только подсолнечное масло, но само наличие перемешек не может не радовать. Итак, я уже приступаю к пробе своих перемешек. Сейчас попробуем, что у меня там получилось. Они, кстати, получились такие симпатичные даже. Знаете, напоминает тесто, вот почему-то я откусила даже маленький кусочек, как будто где-то в деревне бабушки лепили. И вот, не знаю, может быть, потому что они с луком в таком прям большом количестве. И вот в деревне, ну и мама моя тоже так делала, даже не в деревне, часто варила пельмени, добавив в бульон лук. Вот прям нравилось ей. И вот прям так напоминает этот вкус, знаете, такой прям завеяло детством. Ну вот так, да, можно сказать. Поэтому мне уже нравится. Блин, вы знаете, получилось прям вкусно. Вот лук вот этот, он дал такую сочность, прям такой вкус бульону. И тесто прям мягкое такое, вкусное. И вот в этом луковом бульоне и курица, вот она, знаете, как будто... Ну вот если бы я не знала, что это курица, которую я порезала на мелкие такие кусочки, я бы подумала, что это, ну, фарш, например, куриный. Ну, очень вкусно. Правда, я не ожидала, что получится настолько вкусное блюдо, прям такое классное к концу проекта. Ну, вот вы спрашивали, выглядит невкусно. И вот я там что-то такое не говорю, не восхищаюсь. Вот сейчас, вот восхищаюсь, действительно, ну, прям вкусные пельмешки. Да они такие симпатичные получились вообще, я прям такая довольная, даже все вольные. Ну, правда, ну, очень вкусно, я прям в восторге. И начинки, не кажется, мало. Вот её прям нормально, вот прям столько, сколько и должно быть, прям всё в меру. И соль, и лук, ну, короче, правда, ну, это вообще шикардос. Я не ожидала, что будет так классно. В общем, я сейчас буду доедать свои пельмешки. У меня тут ещё мой этот большой вареник, оставшийся, который последний, да, я слепила. Не буду тут на камеру, да, опять по полчаса кушать с вами. Уже вроде как достаточно поела. И достаточно сегодня с вами обсудили несколько тем, и я задавала даже разные вопросы. Повторю свои вопросы. Обязательно, пожалуйста, напишите в комментариях, первое, это сделать ли вам уборку расхламления кухни. И второе, чтобы такого придумать, интересно ли будет вам, что я буду готовить из остатков продуктов в холодильнике и в шкафах. Потому что, чтобы начать новый проект, нужно, чтобы остатки были максимально по нулям. Но для этого сначала нужно опустошить всё, что у нас есть из запасов, которые не на моём проекте, а на выживании. Очень буду ждать этих ответов. Как и обещала, покажу совсем чуть-чуть работу мужа. И тогда уже потом с вами попрощаюсь. Поэтому всем спасибо. Повторюсь, пельмени, правда, очень вкусные. А мы с вами встретимся на работе. А спрашивали, где работает муж. Сейчас немножко покажу одну из клиник. Это вот у нас сначала магазин. А это приёмная, где он лечит животных. Вот, собственно, муж. Получите ручкой. Ну, другие помещения показывать не буду. Этого достаточно. Это основное. Ну, в общем-то, вот она. Одна из работ у мужа. Всем спасибо за просмотры. И до завтрашнего дня.